сразу же хочу рассказать про второй момент который очень часто задеваем мы с нашими клиентами это ширина и высота нашего бруса вообще наш брус смотрите он взял по технологии лунный паз нас нету щелей все делается очень плотно пригоняется к друг другу в ширину он идет у нас 42 миллиметра высоту 90 на днях клиент спросил видел видео различные в интернете на смотрелся что вот здесь внизу баня разошлась и подтекает в чем проблема зачастую чтобы сэкономить на времени сборки и на количестве бруса они делают не как мы на высоте 90 до высота бруса а 120 либо даже 140 кто чуть-чуть понимает математики тут все очень просто и элементарно то есть радиус бани у нас остается прежний до 210 в стандарте просто его можно помаленьку небольшими частями брусками сделать до 90 высота которых кстати на эту баню и где-то около 90 штук должно уходить либо можно взять простой брус 120 либо 140 и соответственно количество если по формуле рассчитать я все время прикидывал там около 70 штук выходит даже около 60 согласитесь это в полтора раза меньше работы и значит это быстрее будет но что страдает вот на этих загибах это не сложно понять что если у вас длина будет больше на радиус вам все равно на 1 надо будет выходить и придется больше загибать а соответственно больше загиб у нас получаться может выскочить момент сдачи если это сделано недобросовестно может выглядеть как будто все идеально так вот давайте еще на круглой тоже посмотрим вроде бы все хорошо да вам тоже пришел брус 120 у вас все четко стоит но со временем как раз когда дерево будет гулять она в любом случае будет гулять потому что это дерево но будет впитывать влагу она будет нагреваться она будет остужаться у вас будут появляться щели для чего и сделан лунный паз до чтобы вот эту щель минимизировать и чтобы поток воздуха не был представьте у вас топ 20 брус стоит дальше еще 120 понятно что он со временем будет выскакивать из-за чего вот на том видео как раз и видно что вот эти самые угловые моменты у бани они самые трудные паз выскочил вода потекла вот опять же цена вопроса имеет ли смысл за это переплатить ну я считаю да это один из основных моментов бани чтобы она не рассыхалась чтобы она не была дырявой чтобы она с годами выполняла свой функционал да за это придется переплатить но опять же повторюсь мы хотим чтобы баня радовала вас долгие года спасибо за внимание